Я не собиралась уезжать из России, но уехала примерно в той же ситуации, что и Дмитрий Гудков. Серия обысков, уголовное дело и примерно такой же по нелепости всей своей конструкции. Я не стала дождаться задержания и села в первый попавшийся самолет. Много лет занимаясь тюрьмой и особенностями российского правоприменения, его проще и точнее назвать бесправием. Я сама всегда советовала уезжать и защищать себя с безопасного расстояния, потому что, сидя в тюрьме, вы себя защитить не сможете. Это надо просто твердо запомнить. Права в России больше нет. Перестаньте думать, что если вы невиновны, то вас не посадят. А если посадят, то разберутся и отпустят. Нет, эти челюсти не разжимаются. А если вы знаете одного мужика, которого сначала посадили, а потом разобрались и выпустили, то либо это было давно, либо вы просто не знаете этого непростого на самом деле мужика. Люди уезжают и из России, и из Белоруссии. Куда? Да куда глаза глядят? Никто не бывает готов к внезапному отъезду. Я тоже не умела жить за границей, но ничего научилась. Это точно лучше, чем в тюрьме. В давние времена многие уехавшие или высланные, как Буковский или Служеницын, считали, что эмиграция – это все же маленькая смерть для ценителей и понимателей российской хтони и уютных херней. И во многом это так. И это точно смерть для политика. В политическом смысле. А в физическом? Вот то-то и оно. Как и многие другие, Дмитрий Гудков выбрал уехать. Алексей Навальный выбрал вернуться. Кто из них сохраняет себя для будущего? Я не знаю. Но давайте спросим себя. Вот какого будущего? Своего будущего? Своего собственного, обеспеченного, спокойного, счастливого будущего? Нет. Если ты хочешь себе такую жизнь, ты не идешь в российскую оппозицию или в белорусскую. И отъезд Гудкова, многих других – это не отъезд для того, чтобы сохранить себя ради себя, а ради всех остальных. Даже если они этого не понимают, не принимают и улюлюкают вслед. А возвращение Навального – это ровно этот же путь, только в другую сторону. Гораздо более тяжелый и мучительный. Но он тоже сделал это вовсе не ради себя. Разве сделаешь такой ради себя? Ты для чего? Когда моя дочка была маленькой, она подошла ко мне и спросила, мама, кто такая кефаль? Я взялась объяснять про рыбку в Черном море, даже спела ей про шаланды полные кефали. Хорошо, сказала дочка. Но почему она все время думает о нас? Она просто услышала рекламу сковородки, которая думает о нас. Помните такую? Я не могу ее назвать, иначе забанят за скрытую рекламу. Так вот, ни кефаль, ни сковородка не думают о нас. О будущем России, то есть о нас думают те, кто рискует. Тради этого будущего свободы и жизни. Каждый выбирает свой путь, и он вовсе не усыпан розами. А если бы не думали, они бы не сделали бы ничего из того, что вы о них знаете. Могли бы же тихо вниться, да могли бы, не дураки, они такой заработали бы, да не захотели. Могли бы тихо перейти в Газпроме или Роснефти, да запросто, но не стали.